МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одной из важнейших инициатив государства в сфере малого и среднего бизнеса стало намерение организовать в 2011 году федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Давайте поговорим об этом с главным специалистом-экспертом отдела сводных статистических работ в городе Полевском Натальей Леонидовна Дементьевой. Наталья Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что такое сплошное наблюдение? Ну, сплошное наблюдение по-другому можно назвать как экономическую перепись субъектов малого и среднего бизнеса. В тех формах, которые были представлены руководству малых предприятий, индивидуальным предпринимателям, были сформированы показатели, характеризующие как финансово-экономическую деятельность субъекта, так и собственные ресурсы. Поэтому данные получились очень обширные. Скажите, чем обусловлено проведение вообще сплошного наблюдения данного сектора бизнеса и когда оно закончилось? Ну, последнее наблюдение за деятельностью малого предпринимательства было проведено по итогам работы за 2000 год. И то в это наблюдение были включены только малые предприятия. Индивидуальные предприниматели участия не принимали. В настоящем наблюдении принимают участие и индивидуальные предприниматели. И согласно постановлению правительства Российской Федерации номер 201, вот было организовано сплошное наблюдение. Ну, во-первых, прошло более 10 лет со дня последнего проведения. Экономическая ситуация в стране, соответственно, изменилась. И в настоящее время президент Российской Федерации Дмитрий Медведев поставил задачу увеличить занятость населения в сфере малого и среднего бизнеса до 60-70% к 2020 году. Ну, как бы понятно, что, чтобы решить такую огромную задачу, придется проводить ряд комплексных мер, каких-то решений принимать в различных сферах деятельности. Это и финансовое, это и идеологическое, это и законодательное. И чтобы принять решения в этих областях, в частности, нужно иметь довольно большой круг информации. Вот поэтому было назначено проведение сплошного наблюдения. Закончилось оно 25 июля этого года. Первоначально срок был установлен на 1 апреля, но в связи с большим объемом оно было продлено. И окончание было 25 июля этого года. Работа была проделана огромной? Работа была очень огромной проделана. Мы знаем, что малый бизнес отчитывается и в Федеральную налоговую службу, и в органы статистики. Зачем вводить дополнительные отчеты, как Вы считаете? Неужели недостаточно этих данных? Ну да, конечно, есть сведения в различных административных источниках, но они не охватывают всей сферы сведений о деятельности индивидуального предпринимателя. Допустим, данные статистики, они выборочные. Статистика предлагает в настоящее время где-то информацию о 20% малых предприятий и порядка 45% индивидуальных предпринимателей. Информации недостаточно, поэтому очень плохо данная информация, как сектора малого бизнеса, учитывается в расчете внутреннего валового продукта. То есть идут погрешности в прогнозировании, ну и, соответственно, экономические решения принимаются не всегда такие, как бы мы хотели. Скажите, а какая польза от сплошного наблюдения предпринимателю? Предпринимателю? Ну что, наш бизнес как бы заинтересован в хороших условиях своего развития, а развитие бизнеса зависит от государственной политики, от принятия тех решений, которые принимает государство. Ну вот смотрите, если наш предприниматель, заполнив форму статистической отчетности, представил информацию о численности, о своих затратах, о видах деятельности, представил обеспеченность своими материальными ресурсами, то есть он может заявить, имея эту информацию на руках, о своих проблемах, а власть, в том числе и муниципальная, в то же время может принять какие-то планы развития, которые, совершенствуя, будут обеспечивать поддержку малого и среднего бизнеса. Наталья Леонидовна, как Вы считаете, не является ли сплошное наблюдение вмешательством в деятельность предприятий малого и среднего бизнеса? Ну, на мой взгляд, вмешательства никакого нету, потому что вся информация при обработке обезличивается, и те лица, которые по роду своей деятельности имеют право знать эту статистическую информацию, они несут ответственность от административной до уголовной либо за утерю, либо за разглашение, либо за фальсификацию этой информации. Поэтому личных никаких данных мы тут не разглашаем. Скажите, когда и где будут опубликованы окончательные результаты сплошного наблюдения, и будут ли это общие результаты по стране или с разбивкой по субъектам Российской Федерации? Значит, по краткой программе итоги будут опубликованы уже в декабре 2012 года. По полной программе это будет третий квартал 2012 года, а в декабре по краткой программе 2011 года будут опубликованы. Вся информация первоначально будет выложена в интернете на сайтах Росстата, Свердловстата, и она должна быть разбита по Российской Федерации в разрезе субъектов, то есть по Свердловской области, а также в разрезе муниципальных образований городских округов. То есть будет достаточно полная информация? Будет достаточно полная информация, но просто это долго еще. Скажите, так что же с малым и средним бизнесом в Полевском? Каков срез данных? Ну, на сегодняшний день у нас есть предварительные итоги, которые я сейчас могу озвучить. Пока поговорим о малых предприятиях. Чем они сегодня занимаются? Значит, оптовой розничной торговлей она занимается 37,9% предприятий. Производственными, различными производствами 14,6%, транспортами связью 4,5%, образованием и здравоохранением, соответственно, 0,6% и 0,5%. Численность работников на малых предприятиях, которые осуществляли деятельность в 2010 году, составила 3841 человек. И малые предприятия, допустим, численностью до 20 человек составляют у нас 75%, а выше 60 человек – 13,5%. Общий объем выручки организации составил ни много ни мало 5,6 миллиардов рублей. То есть у нас 18,3 малые предприятия имеют выручку от 10 до 500 тысяч рублей, а 28,6% предприятий более 10 миллионов рублей имеют выручку. По индивидуальным предпринимателям примерно такая же картина складывается. То есть оптовой и розничной торговлей занимаются 41,7% приоритетной деятельности, транспортами связью 18,4%, различными производственными делами 14,9%, строительством 3,2%. Значит, у нас предприниматели ведут хозяйственную деятельность как самостоятельно, так и с наемными работниками, партнерами, помогающими членам семьи. Так вот самостоятельно в 2010 году работали 63,2%. С численностью до 10 человек – 28,3%, более 25,3%. Выручка индивидуальных предпринимателей составила 2,8 миллиарда рублей. 38,7% имеют выручку от 10 до 200 тысяч рублей, а 13,2% – более 3 миллионов рублей. Это такие предварительные данные. Наталья Венедовна, скажите, как Вы считаете, насколько сегодня бизнес готов раскрывать информацию о себе? Ну, отношения между малым бизнесом и статистикой, как всегда, деловые, и, я надеюсь, обязательные. Ну, конечно, люди, не все, но с опаской говорят о своей выручке. Все остальные вопросы у нас не возникают, затруднений не возникает на их ответы. Ну, я думаю, что цифры, то, что по малому бизнесу у нас, по малым предприятиям охват составил 83,8%, а по индивидуальным предпринимателям 67% говорят сами на себя, что люди идут на контакт. Скажите, вот по сравнению с 2000 годом, как-то более активно они стали с Вами сотрудничать? Именно с отделом статистики? Ну, сам объем выборки получился очень большой относительно 2000 года, соответственно, и контактов у нас получилось гораздо больше. Скажите, ну и последний вопрос, каковы Ваши дальнейшие действия? То есть, как дальше будете отслеживать деятельность предприятий малого и среднего бизнеса? Ну, на сегодняшний день относительно сплошного наблюдения мы уже сформировали все документы, и они отправлены в областной комитет статистики для разработки таблиц и занесения информации в таблицы. Сплошное наблюдение являлось одним из этапов для того, чтобы были составлены таблицы затраты выпуск. И теперь мы начинаем разрабатывать информацию для составления этих таблиц, в том числе с учетом результата сплошного наблюдения. И когда это все будет завершиться, вот этот этап очередной? Ну, сплошное наблюдение про результаты я сказала, а следующая информация будет собираться до второго квартала 2012 года. Спасибо, Наталья Леонидовна. А я напоминаю, что гостем нашей программы была Наталья Леонидовна Дементьева, главный специалист и эксперт отдела сводных статистических работ в городе Полевском, которая считает, что без объективной оценки существующего состояния малого и среднего бизнеса трудно принимать правильные решения по его поддержке и развитию. Я, Татьяна Осынина, говорю вам до свидания. Узнайте о другой главной теме уже в следующий четверг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова